Канал Союза педиатров России приветствует вас. Сегодня мы осветим врожденную ортопедическую патологию. Это та патология опорно-двигательного аппарата, которая проявляется после рождения, но не всегда можно это определить. Наиболее частыми проявлениями ортопедической патологии это является врожденный вывих бедра, косолапость и патология позвоночника, в частности сколиоз. Сколиоз определяется уже гораздо позднее. Начнем с врожденного вывиха бедра. Врожденный вывих бедра происходит по многим причинам. Собо слово врожденный, это говорит о том, что ребенок рождается таким. Для этого надо очень внимательно наблюдать за позицией тазобедного сустава. В чем она проявляется? Ограничение отведения ножек, может быть укорочение одной ноги за счет того, что происходит вывих бедра. Также надо определить согнутые коленные суставы. Мы смотрим высоту коленных чашечек. И если с одной стороны ниже, то значит надо уже определять и решать вопрос, есть ли там патологии или нет патологии. Для этого по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации проводится скрининг диагностика, ультразвуковая диагностика тазобедного сустава. Практически это надо делать каждому ребенку. С помощью ультразвуковой диагностики можно определить ту или иную скрытую патологию тазобедного сустава. И в зависимости от этого проводить определенные виды лечения, ориентировать родителей, как себя вести в этих ситуациях. Ну и соответствующее, конечно, этот ребенок должен наблюдаться у ортопедов по месту жительства, как начальный этап. Если это выявить иногда не удается по каким-либо другим причинам, то когда ребенок пойдет, уже это наиболее часто проявляется в виде хромоты, ограничения отведения бедра и нарушения походки. Тогда необходимо делать уже после трех месяцев рентген-диагностику, производить рентгеновский снимок и определять более четко параметры развития тазобедного сустава. Тазобедный сустав может быть просто дисплазия, это медленное недоразвитие, когда задержка созревания ядерокостенений, но вывиха нет. Но он может быть. Может быть подвывих, предвывих и в конечном итоге вывих. И в зависимости от той ситуации, диагностической ситуации, мы проводим лечебные мероприятия. Лечебные мероприятия надо проводить сразу после рождения. Если мы этого не делаем, то в дальнейшем приходится проводить наиболее сложные виды диагностики и наиболее сложные методы уже хирургического лечения. Или консервативного наиболее такие гипсовые повязки, другие повязки. Повязки, они бывают разных типов, но основная задача — это отведение бедра под углом 90 градусов по отношению к телу. Ну, я думаю, что на этом можно будет закончить. В дальнейшем уже более позднем проявлении патологии тазобедрного сустава определяется другими методами. Это уже лучевые методы диагностики и другие виды диагностики. Другим видом врожденной патологии это является косолапость. Так она и называется. Врожденная косолапость. Она проявляется сразу после рождения, когда стопочки у ребенка развернуты резко вовнутрь, и стопа как бы является продолжением голени. Нет вот этого положения стопы под 90 градусов. Стопа может выводиться потихонечку. Сильно этого не надо делать. И в других случаях она не выводится. Тогда надо обращаться к ортопеду и решать вопрос о консервативном лечении, которое заключается в постепенном выведении стопы в правильное физиологическое положение. Это достигается путем этапного наложения гипсовых повязок. Гипсовые повязки накладываются на 2-3 дня с постепенной сменой повязок в более правильном выведении стопы. После того, как это лечение гипсовыми повязками закончено, накладываются или тутара. Тутара — это такие повязки, которые удерживают стопу в правильном положении. Или далее начинаются уже более сложные виды консервативного лечения. Такая методика есть, которая применяется во всем мире — методика по пансетти. Вот эти врожденные виды патологии опорно-двигательного аппарата встречаются сразу после рождения. Их иногда не удается определить, и поэтому для этого надо быть очень настороженным и всегда обращаться к ортопеду. Почему я это говорю? Потому что бывает, что родители приходят уже в возраст ребенка больше полугода, а они еще у ортопеда еще не были. Время упущено, соответствующее лечение уже гораздо труднее и тяжелее поддается излечению. Ну и третий вид ортопедической патологии, который наиболее часто встречается, — это искривление позвоночника, так называемый сколиоз. Сколиоз может в начальном периоде не выявляться, а постепенно в период роста ребенка патология позвоночника нарастает. Что такое сколиоз? Сколиоз — это боковое искривление позвоночника. Оно проявляется уже в более позднем возрасте и чаще выявляется при диспансерном наблюдении при поступлении ребенка в школе в возрасте семи лет. Но наиболее опасное и резко ухудшающее состояние в период созревания ребенка — это где-то когда происходят гормональные сдвиги, это где-то 12-14 лет. И родители вроде бы ничего не замечали, не замечали, а потом только раз, и вдруг видят, что очень резко нарушилась осанка, появилась та или другая патология позвоночника, и здесь уже гораздо труднее все проводить лечебные мероприятия. Ну, я думаю, что на этом можно для первого раза закончить. Спасибо за внимание.